вот значит с вами опять я говно 007 пришел на работу сегодня начиная с 7 утра вот поэтому встал сегодня в пол шестого кто-то спрашивал во сколько встаю вот если начинаю всем то я встаю в пол шестого если начинаю 8 то я встаю в пол седьмого вот так вот рано я встаю а вот такие люди которые не любят работу грузчика да они встают вот если бы они начинали в 7 часов да они встают в пол седьмого за полчаса там посрать поссать зубы почистить и потом с опозданием приехать на работу таких у нас тоже тут полным полно для которых идти на работу грузчика это в тягость впадло а другой работы не найти потому что мудаки понимаете и отработаю грузчиком не получаем мудак что я люблю работать грузчиком для меня это в радость понимаете ну во многим этого не понять короче это но это понятно начиная с тех которые не могут понять как у грузчика может такая быть зарплата но это это я уже объяснять даже не буду потому что меня это задолбало и я еще раз объясняю не у каждого грузчика такая зарплата а еще хочу сказать что меня моя зарплата вообще-то не устраивает я хотел с вами поделиться и пожаловаться вам покапать вам на мозги какая у меня хреновая зарплата а вы начали играть со мной верю не верю для вас это была зарплата в которую нельзя даже поверить поверить нельзя что грузчик может столько зарабатывать не можете вы поверить в это я же хотел пожаловаться как мало мне платят ну ладно зарплата и все эту тему я завязал мне нахрен не нужно это срач на моем канале утром сегодня перед тем как выехать на работу прочитал комменты комменты про ролик с гирей который выложил там еще про бадюка говорил вот опять нашлись придурки которые пишут мне что я хочу пропиариться за счет бадюка как я хочу пропиариться за счет бадюка я даже в заглаве уже не пишу гиря 60 килограмм там бадюк там опровержение там послание я уже даже не пишу это имя бадюк я только говорю про него чем я пиариться на бадюке я бы лучше пропиарился на кокляеве тогда уже чем на бадюке или на шварцнегере ладно дальше пишут умники там бадюк пожмет лежа по моему 120 или 100 килограмм на 20 раз поэтому гирю толкнет 60 килограмм я не понимаю что-то за тупое сравнение бадюк пожмет штангу 120 килограмм 20 раз поэтому он толкнет гирю 60 килограмм что-то за тупое сравнение вообще не понимаю вы чё тупите что ли в натуре придурки причем здесь жим лежа и толчок гири две разные вещи я охреневаю просто тупизны такой я еще раз говорю идите в жопу со своим жимом лежа что вы мне тут хотите доказать что жим лежа это базовое упражнение базовое упражнение это толчок гири как мне один подписчик написал ты должен всегда доказывать что ты прав даже если ты не прав так вот я вам доказываю толчок гири это базовое упражнение и доказательство тому вот если бадюк жмет 100 килограмм на 20 раз или на 120 или 120 килограмм на 20 раз я не помню что там писали мне вот пусть толкнет гирю 60 килограмм пусть толкнет пусть покажет потому что он ее не толкнет придурки он ее не толкнет как вы не можете это понять пусть хоть он 200 килограмм 100 раз жмет он не толкнет гирю ладно это я уже утрирую если он 200 килограмм 100 раз толкнет он все что хочешь уже толкнет не толкнет гирю 60 раз придурки не все это не всех касается подписчиков дальше мне многие пишут там у тебя там скоро позвоночник в трусы упадет с этой гирей вообще подумай о старости типа там твоей спине капец скоро будет там ну короче короче все короче я уже для многих умер как только начал гирю тягать я для многих уже умер чуваки вы не волнуйтесь я и в инвалидной коляске буду ролики пилить чего так разволновались кипиш подняли вот я еще помню когда я только начал работать грузчиком не гирю поднимать а грузчиком мне уже тогда многие говорили ну и насколько тебе хватит на год на два потом твоя спина поломается я уже грузчиком отработал больше 20 лет ни хрена не поднималась уже гирю поднимаю и ни хрена мне не ломается понимаете потому что я уже великий грузчик я великий грузчик вы никак не можете этого понять и позвоночник в трусы у меня не упадет а там вот эти вот подстепки да под обдуля которые делают на меня ролики какой-то мудила делает на меня ролик где я гирю поднимаю и он мне доказывает что я ее неправильно поднимаю и вообще-то гири не поднимает а поднимает совсем по-другому короче придурки идите в спортзал и попробуйте оторвать от земли гирю 60 килограмм как я вам уже раньше говорил а потом будете мне всякую херню здесь писать на диване лежа придурки идите в зал еще раз говорю гирю отравите от пола придурки просто попробуйте попробуйте вот так просто оторвать чтобы вы поняли что это такое какой дядя сережа сильный чтобы вы поняли причем я еще раз говорю они самые сильные в мире не самый сильный еще раз говорю это вам я не занимаюсь спортом я только так херней страдаю если я занимался спортом я был сильнее всех на свете дальше потом там прочитал я какой-то вопрос а правда что нельзя в швеции говорить слово негр конечно нельзя негр это оскорбительное слово надо говорить африканец или надо говорить темнокожий но никак не негр как это а то я смотрю некоторые передачи на по урт российское телевидение у меня один канал есть российский и там спокойно могут на телевидении у кого-то брать интервью у какого-то человека и я не помню кто это был даже несколько раз такое было у известных людей берут интервью и они вот так вот могут на центральном телевидении сказать вот так вот негр вот там типа там негры приехали там или там негры выступают там на соревнованиях ну неважно просто произносит слово негр на телевидении если бы на телевидении в швеции произнесли слово негр типа на к нам там негры приехали или там негры устроили дебош в стокгольме вы чё ребята человека бы сразу там не знаю засудили бы или выгнали бы или не знаю вы были был бы скандал просто был бы реальный скандал а чего это все от того что культуры культуры маловато понимаете для вас негры это это ниже плинтуса а негры между прочим такие же люди как и все чего вы думаете что негры они тупые что ли ну да есть там в америке темнокожие которые ну не хотят работать там до занимаются всякой нелегальной деятельностью но не все же такие темнокожие есть хорошие ребята которые работают обама вон смотрите президент америки и что а сколько светлокожих которые мудаки он сколько мне мудаков пишет всякой херни вместо того чтобы похвалить и сказать в своих написать своих комнатах сергей вы молодец вам 45 лет а вы работаете и гирю поднимаете видео блог ведете нет сука лучше обосрать лучше обосрать чуваки лучше обосрать меня намного приятней вот поэтому слово негр не принято говорить в швеции разве что там какие-нибудь тролли за чаем дома сидят при чаве со своей женой жирной и обсуждают негров и произносят это слово негры 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 у нас работу забрали все беды от негров все от негров тебе дает негров вот так вот а я я уважаю темнокожих потому что темнокожим был майк тайсон и мухаммед али дальше спрашиваю чем питаются шведы вообще какой них там менталитет да вообще вот как они себя ведут как относится к иностранцам до разные шведы есть как-нибудь может запилю отдельный по этому поводу ролик питаются тоже по-разному как бы ну вот например я был в нашей фирмой на как это на вечеринке так по-русски наверно и там было разных вкусностей до хрена там икра было всякие рыбы такие и вкусные мясо вкусное а шведы пошли жрать вас основная масса пошла набирать картошку с такими фрикадельками это их не как бы национальное блюдо и еще эти картошку пюре и фрикадельки они поливают таким вареньем представляете и как бы многие думают что ну шведы придурки это что даже не вкусно а в принципе картошка вот такая пюре с фрикадельками с вареньем с таким да принципе вкусно но просто когда я пришел на эту вечеринку а там икра мясо да рыба дорогая я конечно напал на рыбу дорогую на мясо ну по своей как бы совковой жадности думаю что фрикадельки буду есть и когда тут икру можно пожрать на халяву короче вот шведы жрут в принципе все но вот пельмени например сколько я пельмени не предлагал им пожрать да ни в какую они вот так вот начинают их пробовать одну пельмешку попробует и все и квас тоже они не могут вот попробует квас так клыть и все не могут не могут шведы приучиться вот к такой вот к совковой пище да к пельменям ну вы сейчас скажете что в предмете одна не совковая пищя на китайце придумали но для меня пельмени это русская пища совкова пельмени класс не могут не могут шведы к этому привыкнуть вот не могут они гиряю до культуру, да, вот любую пиццу, да, арабскую, они будут хавать, там, да, еще всякие эти арабские штучки будут хавать, но пельмени и квас нет, понимаете, ну вот, сука, ну вот никак. Вот. Что вам еще-то донести? Да, скоро пойду на рекорд, наверное, с гирей. Может и 7 раз толкну ее, и 8. Еще раз повторяю, где будет ролик с гирей, будет написано гиря. Поэтому, если я кого-то задолбал с гирей, как я понял по комментам, да, он уже задолбал с этой гирей. Да не смотрите, чуваки, не смотрите этот ролик, не смотрите. Я понимаю, что у меня там монетизация, мне надо как можно больше просмотров, но вы не смотрите, чуваки, не надо, не надо. Потом мне один чувак скинул ссылку, да, Украина, Майя, Таланты, где каких-то два чувака были молодых, по-моему, 18 лет, они толкали гирю 80 килограмм. Нет, я ничего сейчас про них плохого не скажу. Для 18 лет толкать гирю вот так вот 80 килограмм, это супер. Мне единственное, не понравилось, что они толкнут гирю, да, одной рукой 80 килограмм и бросят на пол. Потом опять поднимают и опять толкают. Как бы, вот это мне не понравилось. Если бы он вот так вот толкнул обратно, толкнул обратно, да, это было бы круто. А на пол кидать, как бы, но это все равно круто, но многие и так не сделают. Я, например, не знаю, сделаю я так или нет. Я не могу, понимаете, я толкаю 60 килограмм, а там 80. Так многие думают, а 60 и 80, как бы, рядышком, да. Ни хрена, даже если я на свою гирю повешу, там еще 5 килограмм, может я ее не толкну, я не знаю. У меня есть планы мне повесить еще 10 килограмм вообще и толкать ее 70 килограммовую. Ну, посмотрим. Вот. И вот единственное, мне не понравилось, что они кидали эту гирю в пол, а потом опять поднимали. Но все равно, все равно, я уважуха им, уважуха, что я могу сказать. Вот. И поднимали они читингом, как вы видели, как многие придурки мне пишут, ты неправильно поднимаешь, ее надо не читингом поднимать, а вот так вот сжать. Придурки, я еще раз говорю, идите, попробуйте, сколько это, 60 килограмм, а потом жмите, придурки. Те люди, которые жмут 60 килограмм. Это вообще силачи неимоверные. Че?